Всем привет! Сегодня у нас 1 октября 2018 года. К моему великому, к сожалению, дачный сезон подходит к концу. Но ничего, будем выращивать на окне, пока другие на окне не выращивают. Короче говоря, я хочу сегодня собрать урожай моркови и, естественно, ее продегустировать. Итак, напоминаю, у меня посажено здесь два рядка желтой таборской морковки. Дальше идет один рядок фиолетовый Пурпур F1 и вот здесь вот два рядка Шантане Роял. Чуть желтенькая меня не особо радует размером. Все-таки поздновато я посадил, но ничего, может такая вкуснее зато будет. Это вообще какая-то непонятная... Так, убрал я, значит, один рядок желтой моркови вот такого она размера. Вот эта вроде самая толстая, а самая длинная, ну вот такая. В общем, среднего размера морковка. Теперь копаем фиолетовую. Фиолетовая уж совсем что-то маленькая. Ну вот столько у меня получилось от этого рядка фиолетовой моркови. Да, кстати, стоит отметить, несколько морковин мы тут уже выдергивали. Вот, поэтому рядки неполные. Не знаю, размером она мне, конечно, не нравится. Ну, посмотрим по вкусу, как будет. Ну, походу, самая крупная все-таки красная. Можно, конечно, вести селекцию. Наверное. Хотя, как ее проведешь, я же не вижу, какой корнеплод в земле. Если только выкапать, потом заново сажать. Да, можно действительно выкопать и заново посадить. Получается красненькая морковка у меня вот такая вот. Ну, тут уже размер более-менее хороший. Эти рядки я не выкопал потому, что если какая-нибудь из этих морковин мне сейчас понравится по вкусу, я оставлю ее на семена. Ну, конечно, наверное, не весь прям рядок, да? Достаточно пару штук оставить. Ладно, сейчас я ее помою, почищу и будем пробовать. Так, ну, начнем, я думаю, с фиолетовой морковки. Она самая маленькая. О, как свекла прям выглядит. Прикольно. Наверное, на разрезе, как свекла выглядит. Офигеть. На туре, как свекла. Кстати, что-то она морковкой не особо пахнет. Я сейчас вот пастернак дегустировал. У него был ярко выраженный запах моркови. Может, он меня перебивает. Я поэтому не чувствую. Ну, не то, чтобы самая сладкая прям морковь. И то, мне кажется, из-за того, что он такого цвета. Ну, по-моему, здесь есть какой-то привкус свеклы. Сейчас еще раз откусим. Ну, не знаю. Как-то она не пахнет морковкой. Но сладкая. Не очень сладкая. В общем, есть можно. Так, теперь желтая. Во, она уже морковкой пахнет. Да, пахнет морковкой. Отлично. Так, откусываем. Да, вот эта морковка уже похожа на морковку. А синяя не похожа. Но не сказал бы, что она прям очень сладкая. Так себе на самом деле. Ну, и теперь красная. Красная пахнет морковкой. Да, вот эта красная морковка. Шантане Роял. Самая вкусная. Так что не думаю, что надо заморачиваться с морковкой с другими цветами. Я уже пробовал и раньше сажать другие сорта. Белую, желтую. И фиолетовую. Самая невкусная, несладкая была белая. Желтая. По-моему, да, желтая получше. Фиолетовая еще лучше. Но самая сладкая все равно была красная. Ну, в общем, вот эту морковку я оставлю на семена. Да, кстати, напишите. Может быть, у вас есть успешный опыт выращивания сладкой, вкусной моркови других цветов. Напишите сорта. А на этом у меня на сегодня все. С вами был Николай Пименов на канале Практичный Огород. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Да пребудет с вами урожай. Так, а где моя ебаная записка? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...